Продолжение следует... 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 Этот вебинар будет в пятницу в 12.00. И еще пару объявлений. Первое объявление будет вот такое. Загляните, пожалуйста, на наш сайт, вот в этот раздел. Мы для вас подготовили новое предложение. Возможно, оно не столько для вас, сколько для тех юридических лиц, с которыми вы работали. Но работаете, в которых вы работаете. Мы готовы для ваших вузов, для ваших учебных центров или компаний провести вот такие вот курсы, электронные учебные курсы. Проверенные временем уже курсы, которые запускались у нас и имели успех. В скором времени у нас будет большее количество курсов. Пока мы предлагаем 4 курса для вас. В скором времени, наверное, будет их 8 точно будет через некоторое время. Может быть, будет больше. Так что обращайте внимание на этот пункт и смотрите, что в нем происходит. Может быть, ваше руководство заинтересуется вот такими вот курсами для своих преподавателей или для сотрудников. Следующее объявление прошло в самом начале. Да, ну я, как всегда, не объявил, что в самом начале чата у нас две важные ссылки располагаются. Давайте я быстро про это пробегусь. Первая ссылка ведет на наш сайт DirectAcademia.ru, на котором можно зарегистрироваться на все предстоящие вебинары до конца июня месяца. А также посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Ну и, кроме того, вторая ссылка нас ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором мы размещаем записи наших вебинаров. Там вы можете посмотреть все наши записи. Так что подписывайтесь на наш канал и будете получать уведомления о том, что на нем происходит. Ну и вторая важная ссылка. Давайте я еще раз ее воспроизведу, потому что впервые веду сейчас разговор об этом. Если вы помните, на протяжении двух месяцев мы собирали информацию о том, кто хочет провести какие курсы, какие вебинары у нас из наших слушателей. С тем, чтобы провести потом конкурс этих предложений. Вот собрали мы ни много ни мало 18 предложений. И сейчас проводим конкурс на то, какие из этих предложений вас интересуют больше всего. Поэтому, так, прошу прощения, ссылка у меня не сработала. Сейчас я еще раз возьму ее. Вот по этой ссылке вы можете проголосовать за любую из тем. Ну, одно небольшое дополнение. Прямо сейчас проголосовать могут те, у кого уже есть аккаунт в Google. Если у вас его нет, ну, его несложно получить, на самом деле. Просто заходите на Google.com и зарегистрируйтесь там. Для чего это сделано? К сожалению, голосование в Google формах возможно только такое. Ну, точнее, голосование, корректное голосование, когда от одного человека учитывается один единственный голос. Возможно только тогда, когда голосующий имеет Google аккаунт. Поэтому все, кто хочет проголосовать за вебинары, за те или иные темы вебинаров, я прошу либо войти в свой аккаунт Google, либо зарегистрироваться в Google. И в любое время до конца мая вы сможете проголосовать, оставить свой голос. Я вот вижу, что в настоящий момент уже 8 человек у нас проголосовало. Ну что ж, будем ждать дальнейших. Я уже вижу, какие есть у нас лидеры. Но вам для чистоты эксперимента называть их не буду. Вот, пожалуйста, заходите и голосуйте. Какому-то количеству, я думаю, что это будут, скорее всего, 3 вебинара. Из этих 18 мы, победители, проведут, смогут провести свои вебинары в июне месяце этого года. Ну что ж, слишком много времени я и так занял. Ну, так что передаю слово Марине Орешко для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу на связь. А я, как всегда, остаюсь с вами в чате и буду до конца сопровождать вебинар. Спасибо большое. Спасибо за интерес. Спасибо, что нашли время зайти на вебинар и послушать его. Сегодня я расскажу вам о создании цифровых путешествий и виртуальных экскурсий. Мы продолжаем тематику визуализации информации. И вот я сегодня решила рассказать о сервисах и онлайн-инструментах, которые позволяют создавать на основе различных типов информации интересные виртуальные экскурсии, цифровые путешествия, интерактивные выставки и карты. Виртуальные экскурсии уже достаточно давно используются и в практике работы в музеях, и в библиотеках. Сейчас огромное количество различных онлайн-инструментов позволяют сделать такие экскурсии очень интересными и насыщенными. Но в основе любой виртуальной экскурсии лежит какой-то маршрут, путешествия, заранее намеченный путь следования с точками, с указаниями основных пунктов. Но в качестве таких пунктов маршрута могут выступать города, поселки, памятные места, мемориальные доски, скверы, парки, различные исторические здания в городе, музеи, театры и так далее. Список можно продолжать почти бесконечно. Вот на вскидку несколько идей для создания виртуальной экскурсии. Например, в библиотеке можно создавать путешествия по населенным пунктам, своей области, края, может быть по городам мира, по странам. Можно создавать экскурсии по достопримечательностям именно конкретно вашего населенного пункта, выбрать несколько памятных мест и создать маршрут на основе этого. Можно создавать маршруты, связанные с именами известных людей, писателей, поэтов, земляков, об их путешествиях по карте. Можно создавать путешествия на основе литературных источников, например, вместе с литературными героями путешествовать. Например, виртуальные путешествия вместе с героями книги «80 дней вокруг света» Жулия Верна. Или какие-то другие подходящие литературные источники можно использовать. Ну и, наконец, можно создавать исторические путешествия на основе различных исторических событий. Например, путешествовать по городам Древней Руси. Список тут достаточно обширный. Можно создавать какие угодно виртуальные путешествия, экскурсии. Самое главное здесь, конечно, перед тем, как все это превращать в цифру, нужна какая-то подготовительная работа для этого. Ну, кроме того, что мы определились с точками на нашей карте, то нужно еще подобрать информацию к каждой такой интерактивной точке. Это могут быть и тексты, и видео, и аудио, различные изображения и другие источники, которые вы посчитаете нужным подключить к виртуальной экскурсии. Если говорить о виртуальной экскурсии как о маршруте каком-то, где читатели должны пройти полностью маршрут, открывая одну за другой точки, то, наверное, точек таких должно быть не слишком много. Ну, вот в различных изданиях предлагают формулу 7 плюс-минус 2, от 5 до 9 таких точек. А если же вы хотите создать какую-нибудь большую интерактивную карту с большим количеством информации, где уже читатели сами будут выбирать себе точки и свои маршруты составлять, то, конечно, таких точек в маршруте может быть намного больше. Давайте посмотрим, какие можно использовать цифровые инструменты для создания таких виртуальностей. Ну, давайте начнем с инструментов попроще для новичков. Если вы только-только приступаете к созданию интерактивных карт, то можно попробовать, например, вот такой инструмент. Называется он Click to Map. Действительно, в два клика создается карта. Здесь все достаточно несложно. На основе карты Google вот такая вот карта открывается после регистрации. Дальше вы добавляете на нее маркеры, а уже на основе этих маркеров создаете маршруты. Сервис англоязычный, но достаточно понятный. Здесь не так много различного инструментария. Во вкладке New есть раздел Marker. Вот открывается такое окошечко. И сюда мы вводим название нашего маркера, например, название какой-то достопримечательности или населенного пункта. Даем краткое текстовое описание. Важный раздел «Адрес» называется. Вот сюда вводится название вашей точки, то есть точное географическое название, например, город, область и так далее. После этого нажимаете кнопку «Геокод» и у вас этот маркер появляется на карте. Чтобы не быть голословно, я сейчас вам ссылочку кину в чат. Пример такой карты, чтобы можно было открыть и посмотреть. Сама карта будет в центре, а с правой стороны список меток. Вот вы на любую метку можете кликать мышкой, и она на карте появится. Это список городов Урала с названиями населенных пунктов и с небольшими текстовыми комментариями, как то или иное название переводится. Вот таким образом. Плюс, как вы видите, в окошечке есть место для ссылок. Вы можете сюда еще ссылку добавить. И добавить можно еще фотографию к вашему маркеру на карте. После этого вы все сохраняете, и маршрут готов. Можно соединить его линией. Для этого есть функция «Дроуин» рисования. Вы просто открываете вкладку «Дроуин», выбираете линию, и между своими точками на карте можете нарисовать самостоятельно линию маршрута, если это необходимо. Готовую работу можете опубликовать в блоге или на сайте, и получить на него ссылку. Сервис бесплатный, работает быстро, достаточно функциональный. Но больше подходит для новичков. Если вы уже более продвинутый пользователь, то, конечно, наверняка не обойдетесь без Google карты. Это вот то, что всегда есть под рукой. Самый доступный инструмент, не сказать, что самый простой, но самый доступный – это точно. Он позволяет создавать свои карты, устанавливать на них метки. К метке можно добавить описание места, разместить фотографию, или вставить видео. Большой плюс Google карты. Ну, во-первых, то, что это бесплатно, количество создаваемых работ не ограничено. Можно организовать здесь поиск домов и организаций. Это удобно, если вы создаете путешествия по достопримечательностям своего города, вплоть, например, до исторических зданий. По адресу можно искать. Второй большой плюс – он на русском языке, поэтому сложности не доставят. Опять сейчас дам ссылку небольшую. Это карта литературных путешествий, созданная несколько лет назад на портале Вики Сибириады, но до сих пор актуальный маршрут. Пожалуйста. Это коллективная работа. Еще один плюс Google карты – то, что здесь, ну, как любой Google документ, есть функция организации совместной работы. Это удобно. Вы можете со своими читателями составлять одну общую карту. Все очень просто. Открываете, создаете свою карту, набираете в поисковой строке название населенного пункта. Ну, вот я выбрала свой город. Далее нажимаете «Добавить на карту», после этого у вас метка появляется на экране. К метке можно добавить, вот иконки подсказывают, что именно. Карандашик позволяет тексты добавлять, значок фотоаппарата позволяет добавлять видео и фотографии, и вот заливка позволяет маркеры менять различным образом. Ну, маркеры, можно у них цвет поменять, форму поменять, или выбрать из библиотеки какой-то оригинальный маркер, если вас не устраивает стандартный. Картинки и видео добавляются по ссылке из интернета. После этого точка сохраняется на карте, и еще плюс в эти точки можете потом соединить линией. Опять-таки в инструментарии находите значок «Линия», добавляете линию и фигуру, и соединяете несколько точек на карте в общий маршрут. После этого у вас уже целый маршрут готов, карта готова, можно приглашать пользователей. Опять-таки карта вставляется на сайт и в блог, можно получить ссылку. Есть еще и дополнительные возможности. Если видите, в меню есть такой значок с тремя вертикальными точками. Он позволяет еще несколько дополнительных опций получить. Например, кроме того, что вставить карту в блог или на сайт, здесь можно ее экспортировать на компьютер. Формат называется KML, английскими большими буквами. Это стандартный формат, который позволяет эти карты открывать в других картографических сервисах. Универсальный такой. Можно карту свою распечатать, создать область просмотра, но еще можно поменять ее стиль оформления или какие-то свои обозначения добавить на карту. Еще один плюс. У этой карты может быть несколько слоев. Но это уже для таких более продвинутых пользователей. Вы на одной карте можете нанести сразу несколько маршрутов. Это удобно, например, если вы по карте города создаете несколько виртуальных экскурсий, чтобы каждую отдельно не делать на карте. Вы можете сразу несколько их в несколько слоев оформить, и у вас такая будет многослойная интерактивная карта. В общем, сервис интересный, быстрый и действительно всегда под рукой. Регистрироваться в нем не надо, достаточно иметь Google аккаунт. Похожий сервис ZimApps. Сейчас опять ссылку сразу дам. Чтобы вы могли протестировать, посмотреть, как это выглядит. ZimApps. Тоже позволяет создавать интерактивные карты. По функционалу он очень похож на Google карты. Здесь тоже информационный продукт в итоге получается. К карте добавляются описания, изображения, видео и ссылки. После регистрации вам предложат создать карту. Вот такое стандартное поле выйдет. Здесь все создается через кнопку Editions. Добавляете любые объекты. В поисковой строке вносите название населенного пункта. Можно на русском, можно на английском. И после этого он у вас отмечается на карте. А дальше открывается вот такое окошечко, как справа у меня. В разделе местоположения задаете координаты вашего места. В разделе медиа вы можете добавить различные медиафайлы, ссылки на аудио, на видео с YouTube, либо изображения добавить. Ну и наконец в деталях вы можете добавить ссылки. Это актуально, если, например, вы какие-то организации выделяете на своей карте, какие-то с конкретными виртуальными представительствами. И вот к ним можно добавить еще веб-сайт в разделе деталей. Или дать какое-то еще дополнительное описание текстовое, если вы этого хотите. После этого все это отображается на карте. Можно путешествовать в свободном порядке по этой карте. Получить ссылку, чтобы вставить на свой сайт или в блог. И таким вот образом достаточно интересный сервис получается, достаточно интересная работа. Что здесь еще в плюсе? В плюсе, например, можно импортировать данные из таблиц. Если у вас целый список населенных пунктов с географическими координатами, вы можете их прямо списком экспортировать на эту карту. Вернее, импортировать на карту. И они у вас появятся в виде меток сразу. Еще здесь можно рисовать линии, конечно, между точками. И заштриховывать целые регионы, области, выделяя их на карты тоже линиями. Есть возможность организации совместной работы. Ну, в общем, по функционалу он практически похож на Google Maps. Единственное, что он еще позволяет аудиофайлы добавлять сюда. Вот единственный его. Минус сервиса. То, что он условно бесплатный. В бесплатном аккаунте можно создать 5 интерактивных карт. Ну, вот для разнообразия можно попробовать. Может быть, вам понравится этот инструмент. Он достаточно тоже быстрый и несложный. Еще один несложный инструмент. Сcribble Map. Тоже позволяет создавать интерактивные карты с различным медианаполнением. Ну, вот опять ссылка, пожалуйста, как это может выглядеть. Здесь интерактивные карты. Здесь достаточно просто все создается. Вот в режиме одного окна практически. Никаких дополнительных вкладок здесь просто нет. В поисковую строку добавляйте название населенного пункта. Я вот, например, Санкт-Петербург туда добавила. После этого открывается карта нужного вам места. А здесь уже внутри, вот по вкладкам, вернее не по вкладкам, а по значкам видно, что именно можно добавить. Ну, во-первых, название, небольшое описание, ссылку. Видео с YouTube. Можно изображение добавить. И аудиофайл из сервиса SoundCloud по ссылке. После этого вы точку на карте сохраняете и переходите к следующей метке. Есть еще разнообразные инструментарии для рисования. Если вы хотите, можно по карте рисовать, используя карандаши, ластики, заливки и так далее. Все это совершенно свободно. Кроме того, прямо на карту вы можете добавлять отдельными картинками изображения, текстовые заметки по ходу. Не вот к меткам их прикрепляя, а просто на маршруте, допустим, располагать. И вот таким образом у вас экскурсия тоже немножко разнообразится с помощью этого инструментария. Сервис тоже условно бесплатный, но здесь достаточно такие либеральные правила для некоммерческого использования. И здесь достаточно большой инструментарий, можно пользоваться. Хороший вариант для новичков, для тех, кто делает первые шаги, и для тех, кто уже более продвинутый пользователь. И тем и другим работать достаточно комфортно, я думаю, будет. Если же мы хотим создать экскурсию не по вот такой вот карте Google или какой-то другой, а по карте в виде картинки, то это тоже можно устроить. Есть сервис, который называется Map.Lin. Вот так он выглядит. Достаточно простенький, у него может быть не слишком красивый интерфейс, но тем не менее он действительно функционально, уже много лет работает стабильно. Создает виртуальные экскурсии на основе изображения. В качестве изображения можно взять карту, вот как у меня на слайде, либо вы можете взять план здания. И сделать, например, экскурсию по какому-то месту здания изнутри. Допустим, по музею, по библиотеке. Ну вот у меня такой был опыт. Я вот по библиотеке по нашей создавала несколько лет назад экскурсию. Вот я вам ссылочку положила в чат. Что здесь интересного? Тут сервис достаточно простой, к нему очень много обучающих материалов, исправочный большой аппарат. Что здесь нужно? После того, как мы загружаем изображение, мы на нем отмечаем вот такие вот точки в виде маркера. Больше напоминает булавки. Вообще в сервисе есть еще возможность рисования. Если у вас нет готового плана здания, вы можете прямо внутри сервиса его нарисовать. Ну, если изобразительные возможности позволяют. Либо раздобыть его каким-то образом, нарисовать отдельно, файлом сохранить как картинку. После того, как вы горячие точки, вот эти вот маркеры добавили сюда, в каждой такой точке, как вы видите, можно добавить изображение. Причем изображение тут очень интересно. Можно сфотографировать это помещение, эту точку, в разных направлениях. Север, юг, восток, запад. Чтобы зритель сразу мог визуально представить со всех сторон ваше помещение, ваше пространство. И вот таким образом их разместить. У вас будет презентация автоматически проигрываться, и зритель будет со всех сторон осматривать помещение. После того, как вы прикрепили изображение к каждой точке, между этими точками можно настроить связь. Вот таким образом она настраивается. Вы берете две соседние точки, настраиваете между ними маршрут. Это на английском языке one way. А дальше add connection, добавить соединение. После этого у вас две точки соединены линией. И вот в таком порядке, линия за линией, у вас и будет проходить маршрут. Далее, что еще здесь из дополнительных возможностей есть? Еще есть возможность добавить ссылки на веб-ресурсы. Так называемые горячие точки или горячие области, hotpoints. Нажимая на эти области, на картинки, можно открывать различные веб-ресурсы и их просматривать. Это могут быть ссылки. Или это могут быть ссылки, например, на изображения, на видео, на другие какие-то ресурсы. В общем, на все, что угодно. Готовую экскурсию можно заполучить себе на сайт или в блог вставить. Либо просто ссылку распространять. Сервис бесплатный. Количество работ не ограничено. Поэтому можно использовать для создания таких интерьерных экскурсий. Еще один интересный сервис – ArcGIS. Это уже для продвинутых пользователей, для тех, кому уже все по плечу. Кто хочет попробовать что-то новенькое, пожалуйста, вот можно попробовать его. ArcGIS – тоже облачный сервис. Он позволяет создавать карты интерактивные, хранить их, публиковать, распространять в сети и на их основе создавать целые визуальные истории. По-другому – презентации. Вот я вам как раз ссылку на презентацию и дала. То есть ее можно просматривать пролистывая стрелочкой, либо можно ее запустить, она остается автоматом. Периодически. Вы можете любой объект из этой истории в любой момент приостановить и рассмотреть более подробно на карте. В чем плюс сервиса? Он переведен на русский язык. В нем есть справочный аппарат, большое количество подсказок и обучающих материалов. Если вы захотите освоить, то здесь трудностей не возникнет. Что он умеет? Он умеет точки на маршруте расставлять, соединять их в одну общую линию, добавлять к каждому маркеру различные всплывающие подсказки. Это могут быть изображения, веб-ресурсы. И вот как раз визуальные истории в виде презентации создавать. Также, как и в Google картах, здесь несколько слоев можно добавить, несколько маршрутов на одну карту. Вот пример рабочего поля. На скриншоте вы сейчас видите. В поисковую строку с правой стороны вносится название населенного пункта. Хотя сервис русифицирован. Почему-то название воспринимают только на английском языке. Ну, вот по-английски он быстро нашел нужный мне населенный пункт. Дальше во вкладке «Добавить» мы добавляем слой примечаний к карте. Вот так это немножко витиевато называется. Затем вы начинаете вот с правой стороны скриншот, который вот такое окошечко у вас откроется. Это для линии окошечка, но такой же практически и для маркера на карте. Внутри вы прописываете название вашего маркера, описание, добавляете изображение, либо ссылку на какой-то веб-ресурс. После этого у вас значок сохраняется на карте. Значки вы соединяете линиями между собой. И так у вас появляется маршрут, по которому будет двигаться ваша презентация. Карту можно сохранять в двух вариантах. Обычную интерактивную, которая больше на Google карту похожа. Либо можно вот такую презентацию сделать для просмотра. Все это можно на сайт и в блог вставить и получить ссылку на готовую работу. А это вот как раз как делается презентация. После того, как вы создали карту, ее сохранили, после этого можно переходить к разделу «Создать презентацию». У вас такая кнопочка тут же появится после публикации. А дальше вы просто выбираете нужные точки на маршруте. Вы можете взять не все, а только самые-самые. И вот кнопочкой плюсиком, либо вверху, либо внизу, добавить эти точки и сделать на их основе вот такие импровизированные слайды. А дальше к каждому слайду вы добавляете заголовок, различные местоположения на карте менять, если у вас что-то не понравилось. Ну и после этого вы все это сохраняете. Презентация делается в несколько кликов достаточно быстро. После этого вы можете делиться и публиковать ее. Ну и с плюсов русифицированность сервиса. То, что он есть на мобильных устройствах, можно им и так пользоваться. То, что создаются интересные интерактивности. Минус. Сервис условно-бесплатный. Опять-таки у него есть демо-версия на 21 день, если я не ошибаюсь. И вот в пределах этого времени вы можете создать неограниченное количество таких интерактивных презентаций. Даже после того, как демо-версия у вас закончится, они все доступны. Ими можно продолжать пользоваться. Еще один сервис, он попроще. TripLine. Он бесплатный. На английском языке, правда. Но здесь тоже не особо в сложности. Пожалуйста, ссылку. TripLine. Позволяет создавать различные виртуальные путешествия. Его очень часто используют путешественники для различных путевых заметок. Здесь размещать достаточно удобно. Как это работает? Это немножко отличается от всего остального. Вот если все предыдущие карты создавались практически по одному шаблону, здесь немножко другой порядок. Вы сначала создаете просто список точек на карте. Вот с правой стороны в виде красных точек они отображены и тут же появляются на карте. Просто название пунктов. Сервис автоматом их соединит в одну линию. Получится вот такой маршрут. Дальше после того, как вы эти точки сохранили, можно переходить к их редактированию. Это часть 2. Вот они так выглядеть будут у вас. А дальше уже внутри каждой точки вы можете добавлять либо текстовую заметку, либо фотографию, либо и то, и другое. Кстати, точки на карте можно менять места и сделать их в другом порядке. Причем сервис, он конечно был рассчитан на путешественников, поэтому вам тут и просчитают даже количество дней, мест и количество расстояния между всеми этими объектами. У вас маршрут уже будет такой практически как реальный. Можно будет по нему уже и вместо карты ходить. После того, как вы эти точки создали, отредактировали, добавили изображение к ним, тексты, все это сохраняется и публикуется. Можно взять ссылку, можно код для сайта или блога и вот таким образом пользоваться этим сервисом. Достаточно все просто, есть обучающий материал. Может быть он не слишком эффектно смотрится, но тем не менее очень просто в нем работается. Давайте пойдем дальше и поговорим вот об этом инструменте MyHistro. Тоже достаточно известный, давно работающий сервис. В чем его изюминка? В том, что это одновременно сервис и для создания ленты времени, и для создания виртуальной экскурсии. Что он умеет делать? Он позволяет все события, все точки маршрута, они здесь называются событиями. Вот все эти события он позволяет привязать одновременно к ленте времени и к карте. Поэтому в этом сервисе очень интересно создавать разные путевые заметки, движения, которые на несколько дней, например, растянулись. Либо делать здесь исторические экскурсии. Вот, например, по истории Великой Отечественной войны, мы когда-то делали экскурсию, вот скриншот как раз оттуда. Основные битвы Великой Отечественной войны. Здесь, после того, как вы зарегистрировались в сервис, открывается карта. Сервис на русском языке, поэтому все достаточно просто. Вы называете это событие, определяете точку на карте, привязываете к карте. Вот, например, у нас битва за Москву, привязана к точке Москва. Дальше указываете даты, события, начало, окончание. Если вы просто хотите в виртуальную экскурсию без дат, то тоже можно устроить это необязательный элемент. Но вот для исторических экскурсий это будет интересно. Дальше добавляем изображение к этой точке на карте. Чуть ниже, на скриншоте уже не поместилось, есть кнопка для добавления еще и видео. И после этого у вас метка будет готова, событие первое создано. Виртуальную экскурсию здесь можно создавать уже начиная с двух событий. Дальше переходим к событию номер два и таким же образом работаем с ним. После того, как все события созданы, вам нужно из них создать общую историю. Вот так будет выглядеть ваша библиотека событий. С левой стороны события, которые вы создали. Ну вот, например, битва за Москву у нас с левой стороны. А с правой уже события, которые вы включили в какую-то из своих историй. Вам просто мышью надо слева направо перетянуть ваше событие. Из библиотеки в историю. Внутри вы можете их организовать. Вернее, они у вас, если к датам привязаны, они сами организуются по хронологии. А если они не без дат, вы можете их поменять местами. И после этого можно по этой карте уже путешествовать. Вы ее сохраняете, получаете ссылку для сайта, блога, код. Все это можно вставить у себя на сайте в блоге. Что еще здесь полезненького есть в этом сервисе? Ну, во-первых, можно приглашать для сотрудничества соавторов. Единственное, что здесь MyHister немножко напоминает социальную сеть. Чтобы пригласить в соавторы, нужно мало того, чтобы человеку зарегистрироваться, вашему соавтору, вам еще нужно внутри этого сервиса с ним подружиться. Но это не сложно, как внутри любой социальной сети. Вы просто находите друг друга, становитесь друзьями, и после этого совместно можете какие-то проекты организовать. Сервис бесплатный, количество работ здесь не ограничено. Готовую историю вы можете сохранить, опять-таки, в том самом формате KML. Ее можно загрузить в картографическом сервисе или в Google Maps, например. А можно распечатать в формате PDF. Если интернет вам недоступен, а хочется показать эту историю, хотя попечатанном виде, можно и в формате PDF распечатать. Идем дальше. Сервис, который я нашла совершенно случайно, меня заинтересовал, и решила о нем рассказать. Хотя и освоила его еще не до конца, кое-что остается под знаком вопроса. Но покажу вам, вот как это получается у других пользователей. Сервис называется Animaps. Позволяет создавать интересные виртуальные путешествия с анимацией. Если вы сейчас по ссылке перейдете, вы поймете, о чем я говорю. Внутри карты двигается курсорчик, либо это может быть какая-то анимашка. Например, кораблик, если у вас экскурсия по морю, машина. Автобус экскурсионный, если у вас по городу. И он двигается прямо по карте от места к месту. И по ходу маршрута открываются различные текстовые заметки, фотографии. И получается вот такая вот саморазвивающаяся виртуальная экскурсия. Очень интересно смотрится. Сервис для таких, я бы сказала, уже более продвинутых пользователей. Здесь не очень простая навигация и нет обучающих материалов на русском языке. Это, конечно, плохо. Обучалки только на английском. Я пока еще не все здесь разобрала, что к чему. Но то, что получилось, мне пока нравится. Как это работает? Точно так же, как и в обычных картах, мы добавляем метки на карту. Вот у меня, например, Северный морской путь. Я захотела нарисовать. Вот от Мурманска до Узди, Востока протянуть линию. Пока вот на трех точках остановилась и разбирались, что же дальше. Дальше к этим точкам на карте можно прикреплять изображение и текстовые заметки небольшие. Соединять их линиями в один маршрут можно. Самое интересное, вверху вот эта зелененькая полоса называется таймлайн, временная линия. С помощью таймлайна нужно настраивать движение вашего курсора или анимашки. С какой скоростью он будет двигаться между пунктами назначения. Для этой анимашки мы к каждому пункту привязываем какое-то время. Например, первый пункт должен открыться через 3 секунды, второй через 6 и так далее. Вот пока с анимацией не совсем мне все понятно, но я надеюсь со временем разберусь. Сервис интересный, стоит наверное попробовать. Насколько я поняла, он пока бесплатный, не монетизированный, поэтому пробовать наверное стоит. Если хотим что-то интересненькое создать, необычное. Сервис позволяет вставлять эти карты на сайты, в блоги и ссылки получать. Для динамичных экскурсий можно попробовать. Вот этот сервис тоже мне очень понравился, турбилдер. Это сервис от Google на основе Google карт. Он позволяет создавать виртуальные экскурсии, в том числе просматривая их в 3D режиме. Работает он на основе такого инструмента, который называется Google Earth. Чтобы создать тур, здесь нужно выбрать маршрут, добавить точки на карту, описание, фотографии и видео. И после этого можно вот таким образом эту карту просматривать. Карту можно смотреть в двух форматах. В обычном, традиционном, как все Google карты. Либо вот ссылку, которую я вам положила, это в формате вот как раз Google Earth можно смотреть. Здесь есть режим 3D. Там должна быть при просмотре кнопочка, по-моему справа внизу, кнопка 3D. Если вы на нее нажмете, то у вас немножко поменяется рельеф. И вы так практически в 3D режиме сможете посмотреть, что у меня получилось, когда я пробовала этот сервис. Каждой точке на карте прикреплены фотографии. Их можно в сервисе вставить до 25 штук прямо. И видео с YouTube по ссылке можно добавить. Автоматически все точки тут же у вас соединяются в общий маршрут. Ничего рисовать уже не надо. Вы к ним можете добавить иконки, тексты, ссылки, если захотите. После этого маршрут у вас готов и вы можете по нему путешествовать. Сервис бесплатный. Количество работ не ограничено. Единственный минус, что вы можете только ссылку получить на такую красоту. А вставить в сайт и в блог уже не получится. Но даже по ссылке смотрится достаточно эффектно. Особенно если у вас монитор широкий, с хорошим разрешением, то можно попробовать такие экскурсии сделать. К тому же, если это бесплатно, почему бы нет. Вот эту экскурсию я делала достаточно быстро на основе уже имеющихся материалов. Тут все не сложно. Еще моя любимка StoryMap создавала тоже на основе этого сервиса работы. Ну вот, пожалуйста, что у меня получилось про города-герои. Здесь необычность сервиса в том, что он у нас создает информационные продукты в виде презентации. У вас с левой стороны будет интерактивная карта с маршрутом, а с правой стороны сама презентация, которую вы можете листать. Вот такая необычность два в одну. Плюс в этой презентации вы можете не только тексты добавлять, как у меня. Как видите, можно загрузить медиафайлы. Это могут быть изображения, это могут быть видео. Можно добавить текстовое описание, подписи к фотографиям. И, конечно, нужно привязать к точке на карте каждую вашу точку, каждую метку. Первый слайд, он стартовый, так как титульный слайд в презентации, его к точкам на карте можно не привязывать. А уже дальше пойдут, соответственно, слайды с маршрутом. Ну вот, как вы видите, в поисковую строку я занесла, например, слово «Брест». Нашла эту точку, поставила там метку, а дальше я могу уже загружать различные медиа. Красненькая рамочка, я выделила кнопку «Слайд-Окшн». Она позволяет настроить дополнительно еще что-то. Если вам шрифт не нравится, там можно шрифт поменять. Можно выбрать цвет фона, в том числе и фоновый рисунок сделать. Можно выбрать тип карты, настроить кнопку для просмотра презентации. Вот по умолчанию она называется «Начать просмотр». Если вы какую-нибудь веселую хотите создать презентацию, можете надпись поменять на что-то более веселое. Ну и в конечном итоге все это можно встроить на сайт и в блог. Сервис быстрый, интересный, регистрироваться не надо, если есть Google аккаунт. Все очень красиво, по-моему, получается. Ну и бесплатный, к тому же. Ну как не обойтись вот без этого сервиса «Easy Travel»? Это, наверное, тренд последних нескольких лет. Сервис, который позволяет создавать аудио-экскурсии, аудиогиды, и в том числе с функцией квеста. Эти экскурсии могут быть по любым достопримечательностям города, музея. В музее вы можете озвучивать и рассказывать истории экспонатов. В городе рассказывать об исторических зданиях и достопримечательностях. Можно создать аудиогид по библиотеке, если есть о чем рассказать. По музейной экспозиции, если у вас такая. Что нужно для этого сервиса? Ну, во-первых, зарегистрироваться. Во-вторых, нужно записать несколько аудиофайлов в каждой вашей точке маршрута. Например, про каждый экспонат что-то рассказать, сохранить их на компьютере, а затем в сервис уже выгрузить. К каждой такой точке маршрута, кроме, собственно, аудио, можно добавить различные другие элементы. Например, фотографии. Если вы путешествуете по городу, то фотографии тех мест, о которых рассказывается. Вот, например, еще одна ссылка. Это, например, виртуальная экскурсия уже по библиотеке, по выставке. Здесь берутся отдельные экспонаты и к ним добавляется аудиорассказ. А вот так выглядит форма для того, чтобы создавать аудиогиды. Можно ли скачать презентацию? Да, можно. В разделе ресурсы, он у вас справа должен быть вверху, ближе к правой стороне, значок папки. Синенькая или серенькая. Если вы на него нажмете, вам откроются все ресурсы. И ссылку, вернее, саму презентацию, которую я сейчас листаю, можно скачать. Плюс еще справочные материалы, там тоже есть. Все это скачивается. Скачивается. Возвращаемся к шаблончику. Вот так он выглядит. У меня синий, зелененький. Ну, наверное, да. А ссылка... Нажимаете для скачивания зеленую стрелку. Вот так выглядит шаблончик. Здесь вы прописываете название вашего экспоната или там место на карте, точки на карте. Даете краткое описание. Ну, обязательно добавляете аудио. Плюс, как вы видите, здесь есть такая необычность. Вы можете, чтобы у вас аудиоэкскурсия была не слишком такая скучная, да, можно добавить викторину. Например, с выбором варианта ответа, либо можно попросить пользователей самим вносить. Изи Тревел есть, кроме того, что он вот на компьютере работает, есть, конечно, мобильное приложение, и с ним очень удобно путешествовать по музеям. Наверняка во многих музеях вы видели значки Изи Тревела. Сейчас вот это все уже озвучено, и можно путешествовать таким образом и по городу, и по музею. Это очень здорово. Сервис достаточно несложный. Здесь он на русском языке и много справочных материалов. Можно попробовать аудио-тур создать. Это интересно получается. Особое слово следует сказать, наверное, о квестах. На основе этого сервиса можно создавать виртуальные квесты. Например, участники скачивают себе на мобильное устройство приложение Изи Тревел, а дальше выходят на маршрут. Изначально в квесте открыта только первая точка, с которой начинается старт всего этого квеста. Они получают первое задание на первой точке, и от того, правильно они выполнят его или нет, дальше пойдет развитие сюжета. Если ответили на вопрос верно, открывается следующая точка маршрута, и участники двигаются дальше по маршруту. Одно время мы пытались создавать квест по местам произведения писателя, чьё имя носит наша библиотека. Вот так он выглядит. Каким образом это все работает? Как это все создается? Квест немножко посложнее будет, чем аудио-тур. Здесь мало того, что нужно записать аудио, какую-то информацию, каждому месту и к точке на карте, нужно еще создать викторину и продумать, что будет, если, например, участники неправильно ответят на вопрос. Им предоставится возможность отвечать до тех пор, пока не будет получен правильный ответ, чтобы они могли, конечно, двинуться дальше. После этого, после того, как вы все это создадите, обязательно нужно проследить на карте, как все это работает. У каждой точки на карте есть вот такое серое поле, зона триггера. Когда участник со своим мобильным устройством входит в эту зону, автоматически включается аудиогид и начинает доносить какую-то информацию, и появляется вопрос викторины. После того, как вы вот эти зоны создали, между ними прочертили маршрут, установили, в каком порядке что идет, нужно самому выйти на маршрут и со своим мобильником проверить, все ли это работает. После того, как вы все это проверили, все это работает, это здорово, тогда можно уже приглашать участников. В Изи Тревеле очень много различных квестов сейчас создается, особенно активные музеи, библиотеки, для создания таких городских в основном квестов. Вот, например, квест по местам Москвы, связанный с книгой мастера Маргарита. Ссылки-то я, конечно, добавляю, но, к сожалению, это будет работать только с мобильных устройств. Поэтому вот с компьютера так не посмотришь, но, может быть, сохранится, и вы потом посмотрите. Либо вы можете в поиске Изи Тревела найти путешествие именно по своему городу, наверняка, по крупным городам там наверняка есть путешествия. Вот можно попробовать так поискать и выйти на маршрут сам и посмотреть, как это работает. Да, с вами согласна. То ли тактировать квест не всегда получается, достаточно сложно. Поэтому мы так свой квест пока и не доделали. То ли нам пока навыков не хватает, то ли сложновато для нас оказалось. Но мы над этим работаем. Может быть, сервис еще недостаточно доработан. Тут тоже возникают неполадки. Сложно то, что немножко сдвинешь точку на карте, начинает лететь весь маршрут. Это не очень здорово. Поэтому вот такие трудности иногда бывают. Но ничего страшного. Я думаю, ничего невозможного нет. Если квест захочешь сделать, то можно постараться. Идем дальше. От квестов перейдем к сервисам, которые позволяют путешествовать уже не по картам, а по различным изображениям. Вот такой интересный сервис «Клоссер». Он позволяет создавать виртуальные экскурсии по изображению. Ну вот, например, взять какую-нибудь картину. И по нему рассказывать историю для зрителей, которые в музей попасть не могут, но хотят узнать о картине. И вот у вас в этой презентации вы можете стрелочкой перемещаться по картине и будет всплывать текстовая информация. Причем здесь можно увеличить масштаб. Дважды щелкнув на вот этот вот маркер, на эту точку, вы можете еще больше детализировать картинку, рассмотреть ее поподробнее. Сервис «Клоссер» условно бесплатный. Он позволяет создавать, есть там бесплатный аккаунт, он позволяет создавать, сейчас минутку посмотрю, пять экскурсий, пять вот таких интерактивных изображений. Есть приложение для iOS, для планшетов, если захотите. А вообще компьютер отлично работает. Единственное, что нужно здесь, это изображение высокого разрешения. Чем больше будет пикселей, тем будет лучше. Вы его просто загружаете внутри сервиса, а дальше обычно добавляете точку на это изображение и к ней прикрепляете какую-то текстовую информацию. Вот точка выглядит вот таким образом, квадратиком. А вверху место для текста. Зеленой стрелочкой вы это сохраняете и переходите к следующей точке. Дальше вы можете настроить еще так называемое зуммирование, что приблизить ту или иную точку к зрителям, еще больше рассмотреть подробности. Если изображение хорошего качества, то это можно сделать без размытия. Вот вы берете метки, они у вас, просто как вы их создали, будут с правой стороны. Нажимаете на значок карандашика редактирования, она у вас открывается в поле. И вот такой синий кружочек появляется из синей линии. Вы на него два раза щелкаете и сохраняете зуммирование зеленой галочкой. Сохраняете это зуммирование и теперь у зрителей при просмотре будет увеличиваться. Плюс они еще дополнительно щелкаем, могут еще дополнительно, еще больше увеличить картинку. Вот таким образом можно создавать виртуальные экскурсии даже по изображениям. По картинам художников, по каким-то фотографиям. Можно и карту в конце концов использовать. Может быть это будет не так интересно, но любое изображение. Точек можно создать в достаточно большом количестве. Я вот остановилась на 5.7.10. Не знаю, мне сервис пока не начал ругаться, что больше нельзя создавать. А в обучающих материалах лимит не исчерпан. Мне кажется, тут сколько угодно можно создать. Сервис достаточно быстрый, интересный, необычный. По крайней мере с похожим функционалом я пока не видела вариантов. Вот я на этой карте 5 штук создала. У меня вообще-то их было 7, но я потом сократила до 5. У меня получилось. Еще один инструмент. Ну, это уже известный. Я просто несколько слов скажу для тех, кто мало с ним знаком. SyncLink позволяет создавать интерактивные изображения с метками, горячими точками. Каждой такой горячей точкой можно прикрепить различное содержание. Это или картинку, либо видео по ссылке из интернета. Здесь возможности были достаточно урезаны в связи с монетизацией. Но есть еще возможность коллективной работы для зарегистрированных пользователей. Здесь можно коллективный проект. Вот, например, у нас был коллективный проект про ученых-изобретателей на портале Вики Сибиряда. Мы вот такой интерактивный плакат сделали. Экскурсию, рассказывающую о жизни и творчестве различных ученых и исследователей. А вообще можно добавить любое изображение, карту в том числе, и путешествовать по ней. Сервис условно бесплатный, но бесплатных возможностей достаточно, чтобы создать простое изображение с такими интерактивными метками. Чуть посложнее сервис, бесплатный, H5P. Он вообще создает различное количество интерактива, чего он только не делает. И презентации, и игры, и викторины, и различные интерактивные плакаты в том числе. Ну вот шаблон, который называется Image Hot Spot, как раз позволяет создавать интерактивные изображения. Ссылки, которые я вам положила в чат, как раз карта Санкт-Петербурга. И там горячими точками обозначены различные улицы. Щелкая пометка, можно узнать об истории той или иной улицы. Сервис вот таким образом выглядит. Это шаблон, который нужно заполнить. Вы добавляете любое изображение, наносите на него вручную точку, даете ей название, выбираете тип контента. Это мог быть видео, аудио, либо текст можно добавить. Большой плюс, что здесь к одной точке можно прикрепить практически неограниченное количество контента. Одновременно и тексты, видео, и несколько видео скрепить между собой. Огромное количество информации можно добавить. И затем переходим к следующей точке, и точно так же продолжаем работать. После этого все сохраняем, получаем изображение вот с такими интерактивными метками. Его можно вставить на сайт, в блог, или ссылку получить. Сервис отличный, мне очень нравится в работе, здорово пригождается. Еще один сервис совсем недавно появился, но очень эффективный. И пока он относительно бесплатный, по крайней мере, интерактивные изображения здесь создавать можно бесплатно. И неограниченным количеством. Вот, пожалуйста, сервис Genial. Эти метки позволяют тоже создавать различные виртуальные экскурсии. Например, здорово работает по экспозиции. Вы фотографируете какую-нибудь свою библиотечную выставку, необычную, или музейную экспозицию. И на ней размещаете интерактивные точки. Как видите, тут список этих интерактивных точек практически безграничен. Любого вида, любого цвета, размера и так далее. Плюс эти метки можно еще сделать анимированными. Они могут у вас вращаться, перемещаться, появляться, исчезать и так далее. К каждой метке можно добавить любое количество контента. Можно и видео добавлять, и аудио, и тексты, и картинки, и различные встроенные объекты. Например, даже презентации, викторины. В общем, практически все-все-все. В итоге получается очень насыщенная такая виртуальная экскурсия, на которой, я надеюсь, читатели не заскучают. Это вот в примере у вас стоит, например, она в реальном виде, а на сайте или в блоге она же виртуальна. И читатели, не приходя в библиотеку, могут знакомиться и там, и там с выставкой. Мне кажется, это здорово, отличный вариант. Ну и, наконец, в заключении нашего вебинара расскажу еще об одном сервисе. Тоже случайная такая находка, которая мне понравилась. Этот сервис позволяет создавать виртуальные экскурсии на основе панорамных снимков. Практически вот в режиме присутствия. Ты как бы оказываешься внутри и вот начинаешь вращаться на 360 градусов, осматривая все вокруг. Создается в этом сервисе Round.me на основе панорамных снимков. Можно панорамные снимки, конечно, искать в интернете, но можно сделать их и самим. Это не так сложно сейчас. Наверняка в фотоаппарате у вас есть режим съемки панорамы. Что нужно сделать? В этом режиме снять несколько видов одного и того же помещения в обхвате 360 градусов. Три фотографии, лучше больше. А затем эти фотографии нужно будет склеить в одно такое длинное полотно, чтобы у нас получилась панорама общая. Вот такая плоская фотография. Ее можно сделать в сервисе Dermander, который у меня тут на слайде представлен. Это не сложно. В нем только нужно зарегистрироваться, загрузить фотографии в нужном порядке и склеить их между собой. Он это делает очень быстро. После этого вы готовы фотографию, панораму можете сохранить на компьютер. А дальше переходим в сервис Round Me. Загружаем туда наш полученный снимок, длинную ленту. Он делает на основе этого снимка тут же вот такую панораму объемную. А дальше внутри этой панорамы мы, как в случае с интерактивными плакатами, просто начинаем добавлять интерактивные метки. Вот значок И означает как раз такую метку. Вы к ней добавляете название, описание и картинку. После этого сохраняется метка у вас внутри вашей панорамы. И вот таким образом можно делать, например, музейные экскурсии или достопримечательности осматривать с эффектом присутствия. Я вот немножко вчера попробовала, приложила ручку. Вот у меня про Мурманск. Ну, эта панорама, конечно, такая условная, она недостаточно технически красива, но, по-моему, получилось интересно. По крайней мере, я вот раньше не сталкивалась с таким. Оказывается, все очень можно сделать быстро. Вот буквально за полчаса такая красота получилась. Кроме того, здесь можно еще настроить фоновую музыку. Вы можете небольшую аудиозапись загрузить со своего компьютера. И у вас зрители, когда будут смотреть вашу панораму, могут еще и слушать музыку как фон. Плюс вы несколько изображений внутри этого сервиса можете соединить между собой. Если у вас, например, несколько залов в библиотеке или в музее, вы можете сфотографировать каждый зал, сделать несколько панорам, а потом их между собой просто скрепить в один маршрут, и у вас зритель будет путешествовать по залам музея или по залам библиотеки и все внимательно осматривать. Плюс еще дополнительную информацию получать. Вообще на сервис стоит сходить, там очень много красивых просто панорам. Даже не столько дополнительную информацию читать, а смотреть, как все это здорово и красиво, в том числе есть и русскоязычные. Очень красивые панорамы Каргополя, других мест России. Ну, очень здорово, я получила большое эстетическое удовольствие от этого. Поэтому предлагаю вам воспользоваться любым из этих сервисов. Я подготовила небольшие справочные материалы. Вот они у нас в папке ресурсы, называется 17 онлайн-инструментов. Все то, о чем я рассказала, здесь они представлены со ссылками, с обучалками и с примерами. Все примеры, которые я вам давала сейчас, они есть в презентации, поэтому не волнуйтесь, вы в любой момент можете к ним вернуться. Здесь можно скачать и вот эту нашу презентацию, которую я листала. Спасибо вам большое, что вы меня слушали. Спасибо за стойкость. Если какие-то вопросы есть, я еще несколько минут с вами останусь. Спасибо, что в столь поздний час нашли время. А я приглашаю вас на следующий вебинар, он будет последний в этом сезоне. Рассказывать я буду о библиотечном видео, о буктрейлерах и о видеолекциях, о том, как их можно создавать с помощью несложных инструментов. Спасибо за внимание. Всего доброго. А, да, вебинар-то будет в июне. На сайте Директ Академии вы можете посмотреть, по-моему, если я не ошибаюсь, 18 июня в понедельник. Он будет в обычное традиционное время, поэтому не волнуйтесь, в 12 часов я обязательно к вам подключусь. Спасибо большое за внимание. Приятного вечера или доброй ночи. Спасибо. Коллеги, мне остается с вами попрощаться, поблагодарить, что несмотря на поздний час, особенно для восточной части нашей страны, нас здесь пришло больше 100 человек. Спасибо. Было действительно интересно. Марине огромное спасибо, как всегда. Если вы подождете примерно полминуты, я вам сейчас дам информацию о следующем вебинаре. Вот он. О следующем вебинаре Марина я имею в виду. Даю ссылку прямо в чат. Можете зарегистрироваться прямо сейчас, если вам это интересно. Ну что ж, я благодарю всех тех, кто принял участие в голосовании за наши вебинары. У нас вот уже проголосовало 22 человека. Для тех, кто пришел позже, расскажу еще раз, что мы голосуем за темы вебинаров наших слушателей, которые были предложены в течение марта и апреля месяца. Теперь мы голосуем за эти темы, и лучшие из этих тем будут представлены в июне этого года. Так что голосуем, у кого есть Google аккаунт, голосуем прямо сейчас. У кого нет, но очень хочется проголосовать, регистрируемся в Google и голосуем вот по этой ссылочке. Всего вам доброго. До новых встреч. Завтра в 12 часов наш следующий вебинар. Проводить его будет Дмитрий Кречман. Он будет посвящен продуктам компании «Гиперметод». Всего хорошего. До завтра. До новых встреч в Директ Академии. Ссылка не открывается. Ссылка открывается. Но, возможно, она требует от вас Google аккаунта. Вот. Вот. А, со смартфона она может просто не работать. Я не пробовал, честно говоря. Вот. Попробуйте с большого компьютера. Это в Google документах сделано. Как это работает со смартфона, честно говоря, просто не знаю. Попробуйте с большого компьютера. Еще раз всем до свидания. До новых встреч в Директ Академии. До свидания.